Часть первая. Уверенность в себе. Действие обусловливает не мысль, а готовность взять на себя ответственность. Дитрих Бонхофер. Что значит быть уверенным в себе, ассертивным, и какие существуют альтернативы? Почему вам, возможно, трудно быть уверенным и настойчивым, и как этому помочь? Вы увидите, что изменение своего поведения и решение проявлять уверенность и настойчивость во всех ситуациях – это не единственное, что нужно. Главное – это ваш выбор, быть вам настойчивым или нет. Сначала вам необходимо понять, как быть настойчивым и уверенным, чтобы потом сделать сознательный выбор, не думая, что вы просто избегаете конфронтации из-за боязни. Когда вы станете уверенным и настойчивым, вам не придется все время отстаивать свои интересы. Вы сможете вести себя по-другому в соответствии с ситуацией, если будете готовы взять на себя ответственность. О том, как это сделать, вы узнаете из этой части. Глава первая. Что значит быть уверенным в себе? Не горы мы преодолеваем, а себя. Эдмунд Хиллари. Уверенность в себе, ассертивность и альтернативы. Просто громко кричи и держи в руках большую палку. Вот что ответил один мой друг, когда я спросил его, как быть ассертивным. Но умение громко кричать и угрожать, или всегда все делать по-своему, это не ассертивность. Это агрессия. Тихо соглашаться с другими тоже не всегда хорошо. Это пассивность. Манипулировать другими и избегать ответственности при достижении своих целей несправедливо. Это пассивная агрессия. Ассертивность – это совершенно иной подход к достижению своих целей. Это уверенное и прямое объяснение другим людям, чего вы хотите и чего не хотите. И пассивный, и агрессивный относятся к другим так, как будто важны только они одни. В отличие от них, ассертивный человек добивается справедливости для всех. Ассертивность – это уверенное и прямое объяснение другим людям того, чего вы хотите и чего не хотите. Хотя вы можете подумать, что ассертивность – это нечто среднее между пассивностью и агрессивностью, она предполагает понимание границ между этими различными стилями поведения и общения. Ассертивный стиль – это уверенность в себе и честность в общении с другими. Агрессивный стиль – высокомерие, властность и желание сделать все по-своему. Пассивный стиль – постоянные уступки, отказ от своих нужд в пользу интересов и желаний других людей. Пассивно-агрессивный стиль – неискренность, манипулирование людьми в поведении и общении. Давайте подробнее рассмотрим каждый стиль поведения и общения. Стили поведения и общения. Ассертивный. Ассертивность – это честное и уместное выражение своих чувств, мнений и нужд. Когда вы уверены в себе, вам легко объяснить окружающим, чего вы хотите и чего не хотите. Вы говорите о своих потребностях, о том, что принимаете или не принимаете, и какого отношения к себе хотите. Вы можете решить, говорить или не говорить другим людям о своих чувствах и мнениях. Вы можете воспринять критику без слез или вспышек гнева. Вы не промолчите, избегая конфликта, и готовы принять на себя ответственность за объяснение своих чувств и желаний. Быть ассертивным означает, что вы не чувствуете необходимости доказывать что-то, но и не позволите относиться к себе плохо. Вы установите границы и не дадите использовать себя, а сумеете защититься от враждебных нападок. Вы открыты мнением других людей, даже если они отличаются от ваших. Вы не пытаетесь доминировать над другими и не демонстрируете свое превосходство. Вы уверенно принимаете решения и отвечаете за свои слова и поступки. Вы не обвиняете других, если что-то не получается. Вы умеете делать и принимать комплименты и спокойно воспринимать критику. Вы чувствуете, что мир — это хорошее место, где вы так же важны, как и любой другой. Вы знаете, что у вас есть права и что они есть у каждого. Агрессивный. Агрессивный стиль общения и поведения также предполагает выражение своих чувств, мнений и нужд, но путем запугивания и команд. Агрессивный человек может чувствовать необходимость что-то доказывать и заявлять о своих притязаниях. Плохое отношение к нему вызывает у него гнев и враждебность. В отличие от честного и прямого стиля общения, агрессивность часто проявляется грубостью, сарказмом и обвинениями. Агрессия — это ситуация победа-поражения. Вы побеждаете, а другие при этом, возможно, проигрывают. Это односторонний процесс. Вы говорите, чего хотите и чего не хотите, но не учитываете нужды и чувства других людей. Агрессивный человек перекрикивает других и перебивает их. Агрессия — это политика доминирования и захвата, основанная на неуважении к личным границам других людей. Взаимоотношения с участием агрессивного человека обычно ухудшаются до тех пор, пока он не захочет измениться или пока другая сторона не начнет уверенно отстаивать свои интересы. Вы знаете, что мир — это жестокое место, и вы прокладываете в нем себе дорогу. Пассивный стиль поведения и общения подразумевает боязнь выражения своих мыслей, чувств и нужд. Быть пассивным означает позволять другим людям доминировать над вами и указывать вам, что делать или не делать. Вами легко манипулировать и навязывать чужие нужды как первостепенные. Вы не высказываете своих желаний или мыслей. Вам трудно отстаивать то, что вы считаете правильным, или указывать на ошибки, или объяснять, какого отношения к себе вы бы хотели. Вы часто присоединяетесь к мнениям других, даже если с ними не согласны. Вы стараетесь избегать любых трений. Вы, возможно, боитесь реакции других людей, поэтому соглашаетесь со всеми. Вашу готовность соглашаться часто неправильно понимают. С одной стороны, люди, сомневаясь в ваших чувствах, игнорируют их или не придают им значения. С другой стороны, вашей готовностью соглашаться могут воспользоваться. На вас часто сваливают нежелательные для вас задания. Окружающие люди склонны не уважать вас. Вы часто нерешительны, поэтому вместо вас действуют другие. Это ситуация победа-поражение. Они побеждают, вы проигрываете. Вы сетуете на свою бесправность, часто обвиняя себя в том, что все идет не так, как вам хотелось бы. Если к вам кто-то относится непорядочно или несправедливо, вы таите обиду в себе. Пассивное поведение приводит к разочарованию во взаимоотношениях с другими людьми. И вы понимаете, что не управляете своей жизнью. На ваш взгляд, мир — это трудное и опасное место. Нужды и мнения других людей важнее ваших собственных. Пассивно-агрессивный. Пассивно-агрессивное общение — это неискреннее и нечестное выражение своих чувств, мнений и нужд. Вы избегаете говорить о том, чего в действительности хотите и чего не хотите. Пассивно-агрессивный человек манипулирует окружающими в своих интересах. Вы скрытно контролируете ситуацию и людей. Обычно вы вместо того, чтобы прямо высказаться против чего-то, пассивно сопротивляетесь этому, откладывая осуществление чужих ожиданий, находя отговорки и оправдания задержкам, или забывая о том, что вас попросили сделать. Вы даже можете сделать так, что кто-то другой предложит выполнить это за вас. Вы часто подавляетесь в свой гнев, выражая свое недовольство невербальным способом, например, бросая злобные взгляды. При этом вы не признаетесь окружающим в своих действительных чувствах. Вы также можете часто прибегать к сарказму и другим хитрым и ловкам, чтобы избежать конфронтации или выполнения определенных заданий, которые вам не нравятся. Нередко вы намеренно препятствуете действиям и не помогаете, избегаете ответственности за выполнение своего задания и манипулируете людьми, вынуждая их принимать решения и работать за вас. Найдя повод обвинить других в неудаче, вы сваливаете на них ответственность за свое недовольство, фактически обусловленное вашими собственными действиями. Вы проигрываете, они проигрывают, обе стороны страдают. Вы стараетесь всеми силами привлечь к себе внимание. Например, вы редко приходите на собрание или встречу вовремя. Вы хотите, чтобы остальные ждали вас, подчеркивая этим свою значимость. На ваш взгляд, мир — это несправедливое место, и вам надо избегать ответственности и обвинять других в этом. То, как проявляются различные стили поведения и общения, показано в таблице первой. Преимущества и недостатки каждого стиля приведены в таблице второй. Итак, таблица номер один. Проявление различных стилей поведения и общения. Стиль поведения человека ассертивного. Отношения «Мне хорошо, вам хорошо». Гибкий, открытый, оптимистичный, уверенный, решительный, позитивный, осведомленный, благожелательный, добрый, поддерживающий, надежный, понимающий. Стиль поведения человека агрессивного. Отношения «Мне хорошо, вам нет». Жесткий, ограниченный, воинственный, враждебный, предубежденный, обвиняющий, неподдерживающий, неблагодарный. Стиль поведения человека пассивного. Отношения «Мне плохо, вам хорошо». Покорный, пессимист, робкий, самоуничижительный, соглашающийся, задабривающий, озабоченный, встревоженный. Стиль поведения человека пассивно-агрессивного. Отношения «Мне плохо, поэтому и вам плохо». Негативно настроенный, упрямый, мрачный, подозрительный, неуважительный, пессимист, порицающий, мнительный, завистливый, злопамятный. Стиль поведения человека ассертивного. Поведение конструктивное. Решающий проблемы, сконцентрированный на решении, ведет переговоры, помогает, выслушивает, заинтересованный, внимательный, способный говорить и выслушивать комплименты, а также воспринимать критику. Стиль поведения человека агрессивного. Поведение деструктивное. Эгоистичный, вспыльчивый, доминирующий, нападающий, бесчувственный, наказывающий. Стиль поведения человека пассивного. Поведение покорное. Уступчивый, беспомощный, неорганизованный, беспорядочный. Стиль поведения человека пассивно-агрессивного. Поведение деструктивное. Манипулирующий, эгоистичный, укоряющий, действующий из-под тяжка, саботажник, намеренно работающий неэффективно, подрывающий успех, затягивающий работу, забывает обязательства, избегает ответственности, придумывает отговорки и лжет. Стиль поведения человека ассертивного. Голос спокойный, ровный, подбадривающий, искренний. Стиль поведения человека агрессивного. Голос громкий, властный, оскорбительный, насмешливый, саркастический, критикующий. Стиль поведения человека пассивного. Голос тихий, бормочущий, монотонный, невнятный. Стиль поведения человека пассивно-агрессивного. Голос критикующий, саркастический, ноющий, жалобный. СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА АССЕРТИВНОГО. Слова. Давай мы. Как ты думаешь? Мне надо. Я бы хотел. Спасибо. Стиль поведения человека агрессивного. Слова. Прекрати. Не делай. Не буду. Не могу. Сделай это сейчас. Отстань. Это твоя вина. Ты всегда. Стиль поведения человека пассивного. Слова. Простите. Это зависит не от меня. Это только я. Это не имеет значения. Я не знаю. Я не возражаю. Как хочешь. Стиль поведения человека пассивно-агрессивного. Слова. Ну что я сделал не так? Это несправедливо. Это никогда не получится. Не могу. Я еще не сделал. Стиль поведения человека ассертивного. Язык тела. Уравновешенный. Открытые жесты. Голова поднята. Смотрит в глаза. Улыбается. Стиль поведения человека агрессивного. Язык тела. Резкие угловатые жесты. Захватывает пространство. Сверлит взглядом. Хмурится. Стиль поведения человека пассивного. Язык тела. Морщится. Горбится. Вертит что-нибудь в руках. Стиль поведения человека пассивно-агрессивного. Язык тела. Избегает смотреть в глаза. Хмурится. Фальшиво улыбается. Вертит что-нибудь в руках. Итак, таблица номер два. Преимущества и недостатки агрессивного, пассивного и ассертивного стиля поведения. Стиль поведения человека ассертивного. Преимущества. Другие уважают вас. Вы больше отдаете себе отчет в том, чего хотите и чего не хотите. Есть большая вероятность, что ваши нужды будут удовлетворены. Вы принимаете во внимание нужды других людей. Стиль поведения человека агрессивного. Преимущества. Другие люди боятся вас. Вы привлекаете внимание. Вы добиваетесь своего. Стиль поведения человека пассивного. Преимущества. Вы нравитесь людям, и они считают, что с вами легко иметь дело. Вам не надо принимать решения. Другие люди жалеют вас. Вам не надо брать на себя ответственность. Стиль поведения человека пассивно-агрессивного. Преимущества. Вы можете контролировать ситуацию, чтобы добиться своего. Вы привлекаете внимание. Вы добиваетесь своего. Вы не берете на себя ответственность. Стиль поведения человека ассертивного. Недостатки. Другие люди могут вам завидовать или обижаться на вас. Другие могут рассматривать ваше упорство и целеустремленность как агрессию. Нет гарантии, что вы достигнете своей цели. Стиль поведения человека агрессивного. Недостатки. Другие люди боятся и избегают вас. Другие люди обижаются на вас, и вы им не нравитесь. Другие могут отплатить вам такой же агрессией. Вы можете почувствовать свою вину или разочароваться в себе. Стиль поведения человека пассивного. Недостатки. Другие люди опережают вас. Вы не контролируете ситуацию. Вы не участвуете в действиях или вас используют. Ваши нужды не удовлетворяются. Стиль поведения человека пассивно-агрессивного. Недостатки. Другие люди смущены и разочарованы вас. Другие люди обижаются на вас, и вы им не нравитесь. Другие люди избегают вас. Когда стоит быть агрессивным или пассивным? Если отстаивание своих интересов – это наиболее эффективный, позитивный стиль поведения и общения, то почему мы действуем иначе, неэффективно и негативно? Это объясняется приверженностью политики «бей или беги». Fight or flight response. Рефлекторной реакции первобытного человека, вынужденного бороться за свое физическое выживание. Почему мы действуем иначе, неэффективно и негативно? Вступая в бой, человек защищал себя от угрозы, а побег спасал его от сильного врага. Эта реакция «бей или беги» сохранилась у нас и по сей день, но для выхода из стрессовой ситуации есть и более широкий выбор моделей поведения. Ответ «бей» выражается типично агрессивным поведением – эгоистичным, доминирующим, гневным, громким. Ответ «беги» можно наблюдать в пассивном поведении, когда люди, например, подчиняются более сильным, доминирующим натурам, ведут себя тихо и нерешительно, беспокойно или покорно. В наше время нам, возможно, не встретятся опасные животные или захватчики-мародеры, но когда мы сталкиваемся с угрозой нашему физическому выживанию, ответ «бей или беги» самый верный. Когда запускается эта реакция, происходит выброс в кровь адреналина и других гормонов стресса. Эта сила помогает человеку пробежать сквозь пламя, чтобы спасти ребенка в горящем доме, или затаиться, чтобы его не обнаружили забравшиеся в квартиру бандиты. Однако чаще такая угроза сегодня исходит от недоброжелательного начальника, грубого продавца, собственного враждебно настроенного ребенка-подростка или партнера-критикана. Все это способно спровоцировать такую же реакцию «бей или беги», как и дикие животные или враги-мародеры. Однако вы знаете, что при всем своем желании ударить, например, собственного начальника, это будет непродуктивно, хотя и убегать от него тоже бесполезно. Но в некоторых ситуациях пассивность или агрессивность – это преимущество. Гнев – это очень мощная и полезная эмоция. В гневе нет ничего дурного, главное, как и когда его выразить. Нет ничего плохого и в спокойном подчинении приказаниям чужих людей, когда этого требует определенная ситуация, если только вы не ведете себя подобным образом все время. Как видите, в каждом стиле поведения есть свои преимущества и недостатки, поэтому вы, возможно, выбираете их подсознательно. В отличие от людей нерешительных, человек уверенный и настойчивый, ассертивный, становясь агрессивным или пассивным, берет на себя ответственность за выбор такого стиля поведения. Например, если уверенный человек становится агрессивным, то он признает, «Да, я очень сердит». Ассертивные люди защищаются от чьих-либо попыток доминировать над ними любым способом, включая силу. Они используют агрессию для защиты, но никогда для оскорбления. Но уверенный человек может выбрать и пассивный ответ, признав, «Я не собираюсь реагировать на это или что-либо предпринимать. Я предпочитаю не участвовать в решении этой проблемы». Ему не нравится кому-то подчиняться, но в данной ситуации он считает, что лучше вести себя пассивно, чтобы избежать возможного применения силы или любой формы принуждения. В отличие от него, агрессивный человек не берет на себя ответственность за свои действия, ссылаясь на то, что его спровоцировали. Пассивный же человек скажет, что его заставили, а пассивно-агрессивный использует один из этих двух стилей поведения. Почему вы так стараетесь стать увереннее? Существует множество причин, побуждающих вас к этому. В основном стиль поведения и общения формируется в молодости. Ваше воспитание, прошлые и настоящие взаимоотношения с людьми, былые потери и разочарования могли убедить вас в неспособности управлять своей жизнью. Ваш пол тоже имеет значение. Наша культура склонна принимать агрессию в мужчинах и пассивное поведение в женщинах. Поэтому мужчины, которые не могут выразить, чего они хотят и чего не хотят, как они себя чувствуют и что считают правильным, самовыражаются агрессивно. А женщины, которые не умеют защищать свои интересы и мнения, ведут себя пассивно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова